Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. ВДНХ готова на месяц бесплатно предоставить Кировской области павильон «Рабочий и колхозница». С ноября 2023 года по март 2024 на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка «Форум Россия». Кировская область сможет презентовать регион в павильоне «Рабочий и колхозница» в июне 2024 года. Информация об этом прозвучала на заседании Оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова. В случае положительного решения Кировская область должна будет до конца апреля предоставить ВДНХ проект договора. Губернатор Александр Соколов заявил, что в выставке нужно обязательно участвовать. По этому вопросу будет создана специальная рабочая группа. Кировские сельхозпроизводители получили 260 миллионов рублей на приобретение техники. Столько льготных займов было предоставлено за первые три месяца года в центре «Мой бизнес». При этом 81 заем на сумму более 196 миллионов рублей выдан по ставкам от 2 до 6% годовых. На полученные льготные финансы предприятия приобрели более 14 единиц специализированной техники. В правительстве подчеркивают, что значительное количество заемных средств было предоставлено малому и среднему бизнесу. Таким предпринимателям сейчас доступно более 18 видов льготных программ. В эфире экономика. Меньше всего проблем с трудоустройством испытывают кировчане в возрасте от 27 до 29 лет. Труднее всего найти работу в 57, 58 и 59 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой исследований «Суперджоп». Кировчанам предлагали оценить сложность поиска работы по шкале от 1 до 10. Соискатели в возрасте от 27 до 29 лет в среднем дали оценку в 5 с небольшим баллов. Люди в предпенсионном возрасте оценили сложности в поиске работы почти на 9 баллов. Молодежь от 18 до 20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6 с небольшим баллов. Причем девушки испытывают большие трудности, чем юноши. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Комоэкономика